Привет, ребята! Сегодня поговорим о том, стоит ли вообще покупать БУ-видеокарты и БУ-асики или не стоит их вообще с ними заморачиваться. Я вам расскажу мое мнение. Если вы хотите посмотреть, как их именно стоит выбирать, то насчет этого у меня есть другое видео. На канале вы тоже можете посмотреть. Ссылочка будет на него внизу в описании. Прежде чем начнем, ребята, маленькая бесплатная реклама для Blockchain Live Forum. Он будет проходить 21-22 апреля в Москве. Очень много участников будет и много чего интересного. Можете пойти туда просто пообщаться с ребятами и найти единомышленников. Это будет очень хорошо. Также можете покупать билеты. Сейчас на них действует пока что скидка. По ним можете вы купить билеты по этой скидке. Очень много чего интересного будет. Также будут представлены очень много разных компаний. Вот как мы тут видим. Я у них являюсь медиапартнером, можно так сказать. Вот тут я нахожусь, да, инфопартнером. И они мне выделили 5 билетов на этот форум. Так что первые 5 человек, которые мне первыми напишут в личку в Телеграме, получат билет бесплатно. Только один билет на одного человека. Из-за того, что я не могу туда поехать, я эти билеты разыгрываю среди моих подписчиков. Короче, начнем с чего? То, что решим так. Скажем, что БУ видеокарты будем упоминать в этом ролике. Это все карты, которые, например, от 580 и ниже, да, скажем, да, так. Или 10-я линейка от NVIDIA и ниже. Скажем, 20-я серия и 5000-я серия от AMD, если даже они БУ, не будут считаться именно такими БУ, как вот эти карты. Почему? Все очень просто. Вот эта карта, вы на нее смотрите, это 1070 от EVJ. И когда вы спросите у продавца, сколько она у тебя работала, он тебе скажет, я ее купил год назад, она проработала всего год. Но в реальности, да, я бы этому не верил. Потому что в те года, которые он тебе скажет, что он ее купил, тогда бы майнинг был невыгодный, и он тогда бы новую точно бы не купил. Ну, такой вариант, да. И будем считать, что этим картам уже 4 года. 4 года, ребята. Так что вот это самое главное. Им уже 4 года. За эти 4 года 90% людей, которые я когда-нибудь говорил, что надо обслуживать карты, и за ними надо следить, менять термопрокладки, менять термопасту и так далее, да, большинство отвечало, а зачем это делать? Вот у нас гарантия 3 года, если сдохнет, пусть и сдохнет, да. Так что считайте, вот эти бойцы, которые БУ сейчас, это выжившие в той апокалипсисе, который был в течение 4 лет с этими картами. Из-за того, что просто их никто не обслуживал в жизни, не менял термопасту, ни термопрокладки, и по-любому даже их, может быть, даже и не продували, да, и продули только перед продажей. Такое тоже есть, и некоторые не понимают, зачем вообще карта продувать. Пока работает, пусть работает. Некоторые, например, в 2019 году как были, у них была 3-х летняя гарантия на карты, и они старались, чтобы карта бы сдохла, потому что им бы заплатили бы за карту 22 тысячи рублей, или, ну, 300 долларов, или 400 долларов, которые они заплатили в 2017, и они бы на эти деньги купили себе в БУ бы 4-5-6 карточек, да. Поэтому за ними не очень хорошо следили, и так далее. Да, есть, например, базара нет, 10% людей, которые, правда, и за ними следят, и продувают, и так далее. Я, например, за моими картами слежу, термопасту пытаюсь менять хотя бы раз в полтора года, или раз в год я меняю термопасту на моих картах, продуваю их каждый месяц, да, мои все карточки, и так далее. Ну, есть и такие люди, которые за ними следят, а есть такие, которые, ну, им по барабану, да, это все. Так что, смотря на кого вы попадетесь, но знайте, что вон тех больше, чем, например, нормальных людей, которые следят за карточкой. Это раз. Какие плюсы у этих карт, да, скажу сразу же. Плюс это то, что цена у нее меньше, чем у новой, больше ничего. Но даже сейчас вот брать новую 580 вообще смысла нет никакого, потому что зачем за нее переплачивать в такие гигантские деньги. Ну, из минусов вы все понимаете, что то, что я сейчас рассказал, и еще знайте, то, что когда вы купите эту карту, будет хорошо, если вы проведете какую-то, ну, вот, что-то с ней сделаете. Например, поменяйте хотя бы термопасту, это будет для нее очень большой плюс. Если вы поменяете термопрокладки, это будет еще плюс. Но нормальная термопаста, например, наподобие вот этой MX4, да, вот 20-граммовый тюбик, он стоит где-то в районе 20 баксов. По термопрокладкам там уже дороже. Чтобы поменять на одной карте термопрокладки, вам это обойдется где-то баксов 10, да, плюс-минус. И это на простой карте, если вы возьмете, например, 1080 Ti, это AVGA, но это не это, но похоже, да, то там вам термопрокладок где-то на доллар в сто надо будет купить, потому что их там очень много. Скажу, я разбирал эту карту, я даже в шоке, там они все разного размера и очень много термопрокладок. Термопрокладки, короче, вам надо будет где-то долларов сто только на термопрокладке потратить, чтобы их там заменить. Такой аренд. Плюс, ну, считайте, когда вы будете менять термопасту, да, если будете менять, то считайте, по-любому у вас термопрокладки порвутся или испортятся, или еще что-то. Они могут быть засохшие просто. Карта может просто даже течь, да, и она будет вот с жирным пятном, да, тут и так далее. Так что, ну, термопрокладки им тоже хорошо бы заменить стареньким карточком. Еще главный минус, например, старых видеокарт, а то новых, это то, что они жрут в два раза больше. Или, ну, скажем так, например, сравним 580 RX, да, и сравним 5700 карточку. По потреблению они обе потребляют где-то в районе 140 ватт, при этом одна дает от 29 до 31 мегахэш, это 580, а эти дают в районе 56-58 мегахэшей. Считай в два раза больше, но по потреблению ты в два, столько же остается у тебя. Так что мегахэши увеличиваются у тебя, а потребление становится меньше. Если у тебя платная розетка, тебе надо задуматься об этом. Да, я понимаю, что ты сейчас об этом вообще не думаешь, да, и никак к этому не относишься, потому что тебе карта приносит долларов 3, да, в день, и за розетку там надо платить всего лишь тебе там, ну, 20 центов, и скажем для тебя, ну, что это такое, да. Но по вернее могут наступить такие времена, когда вот 20 центов, которые будут у тебя уходить на розетку, а может быть и больше, те будут казаться это очень большими деньгами, и те карточка будет иногда оставлять даже меньше, чем ты платить за розетку. За это тоже подумай. А тем более, если у тебя розетка там 20 центов, да, то вообще будет майнить, может быть, даже и в минус. Поэтому новые лучше брать, и, как бы так сказать, вот это их плюс, что у них электропотребление меньше. Еще добавлю от себя, ребята, то, что старые видеокарты, они имеют такую плохую особенность, что они просто, у них начинает деградировать чип, деградировать память, и, короче, они сдыхают. Да, есть такое, и, например, у меня, когда раньше были вот старые карты, и до того момента, как я поменял их на новый, было так, что в месяц или в две недели раз какая-то одна карта улетала, и приходилось ее ремонтировать и так далее, да, там. Вот, например, вот эта карточка от EVJ. Это SC-серия 1070. Ее главный минус это то, что она, вот здесь они прогорают, да. Вот видите, здесь у нее прогар, здесь дошел вниз до текстолита почти что полностью, и прогар еще есть. И это не чинится. Чип у нее в порядке, но это происходит из-за того, что у нее не стоит вот здесь одного предохранителя, короче, предохранитель или что-то вроде, не стоит там одним словом. И из-за этого она пробивается и горит. И это не одна такая карта у меня, у меня таких три, например, да. И еще у Георгия, у мастера, который, это чей-то у него самого такие, да, карточки. Так что чип у них в порядке, но карточка уже дохла, если ничего не сделать. Это, видите, карточка без бекплейта, да. Есть такие же варианты с бекплейтом, а там уже решена эта проблема, и они работают. Иксофиксы, например, они тоже прогорают именно по цепи памяти 580-й, так что их не стоит брать, потому что большая вероятность есть то, что она тоже прогорит и испортится. Асуроки точно так же. Поэтому, ну, не рекомендую вам брать в 580-х, 570-х и так далее, в 470-х сериях, например, иксофиксы и асуроки, а в 1070 не рекомендую брать, например, EVGA 1070, которая без бекплейта. Та, что с бекплейтом, она нормальная. Так же еще акселы тоже не рекомендую брать вообще одним словом. Ну, это из той статистики, что есть у меня, потому что у меня есть нормальная такая статистика насчет этих карточек, когда деградирует память, это как происходит? Например, у вас карточка манила на 2100, без проблем, потом она вдруг начала отрубаться. Вы уменьшили разгон до 2000, она тоже так проработала неделю-две, потом до 1800-1600 и так далее, и может оставить на 1000. У меня сейчас есть до сих пор парочку карт, которые работают на 1700, на 1600 по памяти, по разгону, больше они просто не тянут, из-за того, что просто отрубаются. Да, я уверен, что они уже долго не проработают, так что, наверное, они тоже скоро скажут до свидания. Так что скажу так, ребят, если, например, был карта стоит дороже 50% от цены новой, то ее брать вообще не рекомендую. Из-за того, что у вас большие риски на это все, и, как бы так сказать, лучше, например, да, если она стоит 50% от цены новой, то там можно взять, потому что ты понимаешь, что если что, ты купишь еще одну такую же БУ, и типа она проработает столько уже, может быть, сколько новая. Вот такой вариант. Но если она стоит, например, на 20-30% дешевле, чем новенькая, то лучше сразу же говорить и нет насчет этих карт. Ну, новая, я подразумеваю, что, например, 1070, как новые, тоже продаются, да, с гарантией трехлетней, я вот это имею в виду. И скажем, если это стоит 50 тысяч, а новенькая стоит 100 тысяч, да, то это стоит, можно взять. Но, к примеру, цена не это, как-то он зовут, не за такую цену ее покупать в сумасшествии. Но если, например, новенькая стоит соточку, а это стоит 80, то смысла нету брать вообще, да. Насчет асиков, скажу так, асики еще больше дохнут, чем, например, видеокарты старой асики, тем более, Т9 модель, которую все хотят сейчас избавиться, она вообще, да, там, вы можете протестить у человека, и довезя ее домой, она уже будет нерабучая. Такое тоже получается. И, например, С9 тоже, ну, портится и выходит из строя, да, кто бы что бы не говорил, да, но они все равно портятся. Поэтому с БУ асиками тоже надо быть осторожным. Насчет БУ асиков, еще раз повторюсь, и насчет вообще всех асиков, если у вас розетка не бесплатная, в сторону асиков даже не смотрите. С асиками тоже надо быть осторожным, и лучше их вообще не брать. Ну, мое сугубое мнение, да, ну, есть только не бесплатная розетка у тебя, она платная, лучше с ним не ссылаться. Насчет БУ карт надо их проверять и так далее, хорошо проверять. Но при этом вы должны учитывать риски, что ваша карточка может улететь. В трубу и сказать вам до свидания. Это самый главный риск. Поэтому все делать на свой страх и риск. Что делал я? Скажу, да. Я покупаю БУ карты, и я осозную, что этот риск и так далее. Ну, на данный момент я уже 2 месяца, 3 месяца карты не покупаю. Ну, для меня, например, купить БУ карту, это не проблема, да. Я, как только я ее получаю, я ее сразу же обслуживаю, у меня не термопаста и так далее. Но все-таки надо смотреть. Плюс, как ее выбрать, тоже у меня есть насчет этого видео, его тоже посмотрите и проверьте. На этом было все, ребята. Я думаю, какую-то чуть-чуть маленькую полезность я внес для вас. Напишите внизу в комментариях, был ли этот ролик для вас полезный или нет. Также оцените его или лайком, или дизлайком. Если вам он не понравился, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. А с вами был, как всегда, Леван Беру Чашвили. До скорых встреч, ребят. Пока. Пока.